В пятницу на магистралях Москвы начали действовать еще пять выделенных полос для общественного транспорта. Они добавились к уже существующим восьми. Некоторый опыт уже накоплен, и он показывает, что скорость движения общественного транспорта на выделенках увеличивается на 20-30%. Это можно считать аргументом в пользу того, чтобы пересесть с автомобиля на автобус. А вот в столице Эстонии решили сделать еще более радикальный шаг. Там с 1 января весь общественный транспорт станет бесплатным. Правда, Таллинн город небольшой, и такую роскошь может себе позволить. В этом убедился наш корреспондент Александр Чижинок. Все больше экспертов приходят к выводу о том, что только строительством и реконструкцией дорог транспортные проблемы в центре городов решить невозможно. Чем шире будет улица, тем больше на нее приедет машин, и ситуация станет только хуже. Нужно менять психологию самих водителей. Именно по этому пути решили пойти власти Таллина. Тем, кто в часы пик простаивает в пробках, сжигая дорогой бензин, в Эстонии он стоит почти в два раза больше, чем в России, предложили с нового года бесплатную альтернативу – пересесть на трамваи и автобусы. Я думаю, улицы будут чуть-чуть тогда. Кто привыкли, все равно машинами едут. Мы все из одного прошлого вышли. В общем, наша мечта же была когда-то, что у каждого свой автомобиль. Правда, для некоторых таллинцев это так и остается мечтой. Поэтому вторая цель проекта – помочь малоимущим горожанам. На проездных семья из четырех человек сможет сэкономить почти полсотни евро в месяц. При среднем заработке чуть больше 600 евро – это практически тринадцатая зарплата. У пассажиров мнения по поводу такой заботы разденились. Для людей с низким доходом это будет очень хорошо. Я против. Почему? Ну, потому что будут бомжи ездить постоянно. Но эта проблема уже не транспортная, а социальная. Самое распространенное мнение – сдержанный оптимизм с долей сомнения. Кому-то будет лучше, конечно. Кому-то… Ну, те государства деньги берут, что такие проекты вообще вести. Но в мэрии подсчитали – надо не так и много. Ведь две трети горожан уже пользуются разными льготами на проезд. К тому же ожидаются и доходы. От пяти до десяти процентов жителей Таллина не приписаны в Таллин. Если они получают право на бесплатный транспорт, мы очень надеемся, что они будут себя приписывать в Таллин. А значит, станут платить здесь налоги. Это еще плюс миллион евро. Как бы то ни было, решение уже принято. С нового года Таллин станет первой европейской столицей с бесплатным общественным транспортом. По этому поводу даже созвали международную конференцию, участников которой принимали на самом высоком уровне в старинном зале городской ратуши. Многие приехали со своим опытом. У нас общественный транспорт стал бесплатным три года назад. И за это время количество пассажиров увеличилось на 170 процентов. Но пока успехом могут похвастаться относительно небольшие города. Для крупных мегаполисов, таких как Париж или Москва, все гораздо сложнее. В больших городах ключевая проблема – вместимость транспорта. И она станет еще сложнее, если сделать транспорт бесплатным для всех. Власти эстонской столицы полагают, что их 400-тысячный город – оптимальная площадка для успеха эксперимента. Проверить это можно будет уже через два месяца. Александр Чижинок, Александр Плешкин, Северо-Западное бюро ТВ-центра, Таллинн, Эстония.